Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Пришел комментарий, на который я бы хотел ответить. Итак, Алла, два часа назад написала, Я почтальон, прохожу по 10 км каждый день. Отлично, так и надо. По моим наблюдениям, это лучше, чем сидеть в кабинете. Но, естественно, сидишь, кровообращения никакого. А вот дальше интересно. Там всегда болела голова от постоянного присутствия разных людей. Дурных разговоров. Вот этот феномен разберем. От присутствия разных людей. В основном на почту, насколько я так сам туда ходил, то я видел, приходят в основном пожилые люди. Пожилой человек, это человек, у которого понижена энергетика. Если на почте работает молодой человек, то хотим мы того или не хотим. Энергия от молодого человека всегда стремится пополнить энергию пожилого человека, старого человека. Это просто закон природы. Когда два листочка ложили рядом, один был сорван давно, а другой свеженький. И смотрели их ауру в высокочастотном поле, то видели, что у свежесорванного листочка вот такая вот аура. А у листочка, который сорвали там час назад, у него вот такая. Буквально таки минут через 10 их фотографировали опять. Оба листочка одинаково светились. То есть от этого феномена никуда не деться. И чем больше мы, как на почте, общаемся с людьми, у которых понижена энергетика, тем, естественно, мы начинаем хронически отдавать свою энергию. И от этого начинаем страдать. И от этого, что у нас, начинается, естественно, там разного рода слабость. Вот в начале слабость. А вот что касается дурных разговоров. Дурные разговоры. А вот эти вот разговоры, есть не что иное, информация. Люди в большей части своей не знают, как правильно пользоваться своим сознанием. Я не хочу сказать головой. Голова это, знаете, как в компьютере железо. Есть в компьютере еще программа, но все это вместе работает тогда, когда подается энергия. И в итоге энергия, программа и железо, это и есть полноценный компьютер. Нечто подобное представляет собой и человек. Физическое тело, сознание и разного рода программы, информация которой летает вокруг человека. Естественно, чем больше разного рода вот таких вот упаднических настроений. Вечно, знаете, на почту приходят люди, которым что-то надо. Они приносят какую-то проблему. Они приносят какие-то, какие-то вот, вы говорите, и свои болезни в том числе. Они приносят и своих бактерий, которые выдыхают. И вырусов и так далее. То есть получается, кстати, скажу по секрету, в больнице еще более страшная атмосфера. Получается очень неприятная атмосфера, насыщенная вот этой вот информацией. Информацией угнетающей, ввергающей в депрессию, где-то отнимающей силы. Хотим мы того опять или не хотим, мы вовлекаемся вот в этот вот процесс информационно-энергетического обмена. То есть если энергетический обмен, это мы отдаем, молодой человек. Если информационный, значит нас вот эта вот информация бомбардирует. И естественно от этого начинает болеть голова. От избытка негативных мыслей. И такие работы на самом деле являются вредными. Поэтому молодец, сделала Алла, что ушла 10 километров по свежему воздуху. Ну да, зарплата стала меньше. Но зато здоровье больше. В противном случае вы можете потерять и здоровье, и деньги. Я вам дал вот такое вот разъяснение, чтобы вы понимали. Когда я работал на телевидении ведущим, вот как раз место, где начиналась съемка, вот до этого я ходил нормальный, все таком-то такое, где начиналась съемка, там была просто-напросто черная дыра. Это на всех студиях черная дыра, куда уходит и твоя энергия, и твоя информация и так далее. Побыл на съемках, ну, в течение дня, съемочный день, это где-то 3-4 передачи снявшись, такое впечатление, как будто тебя вот так вот как мочалку выкрутили. То есть там идет поглощение твоей жизненной энергии в огромных количествах. И редко кто выдерживает это. Мне многие, которые работали ранее ведущими, говорили, как, мол, ты это все выдерживаешь. То есть технические средства, они еще больше позволяют брать с человека энергии, разного рода там информации. И вот я помню, что первые дни, когда я приезжал домой после съемок, особенно в начале, я просто-напросто лежал пластом. Вот лежал, лежал, лежал до следующих съемок, меня ничего не интересовало. А потом ничего, он вошел, вошел. Вот так-то. Поэтому вы должны знать вот этот феномен присутствия большой массы людей. В некоторых случаях, особенно когда там демонстрация, когда там собрались на митинг и так далее, там уже начинают преобладать совершенно иные процессы, толпа начинает своим вот этим вот общим воздействием управлять отдельным человеком. И пошло, пошло, пошло. Ну это так, к слову сказано. А главное, это то, что вот я Али разъяснил. А почему она теперь чувствует себя гораздо лучше, здоровее. Добро здоровиться. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать. Поддержите меня. Али разъяснил.